Привет, моя любимая группа! Это видео я полностью посвящаю своим покупкам на весну, обновкам. Это холл со всеми моими вещами, аксессуарами, одеждой, обувью. И в этом видео я покажу вам, что я купила, где я это купила, как все это сочетается между собой и как это вписывается в уже существующий гардероб. Если вам интересно это видео, продолжайте его смотреть. И спасибо, что вы со мной. Не забывайте подписываться на мой канал, впереди у нас очень много интересных тем. Ну, начать можно с этого платья-рубашки, которое сейчас надето на мне. Это была абсолютно спонтанная покупка вместе с еще вот этими двумя блузками, которые я покажу вам чуть позже. Это чистый хлопок и эта клетка называется Кинэм. Или еще ее называют клетка Виши. С широким поясом, который является очень комплементарным для фигуры. И такой акцент на талии. Это еще и тренд наступившего сезона. То, что меня действительно покорило в этом платье, это его очень приятная длина миди. И еще один момент. Пояс, который вначале я скрещиваю на спине, а потом он возвращается на живот, чтобы завязаться здесь в бант. Сделан без поперечных швов. То есть, это цельный большой кусок материи. И мне это очень импонирует. Производитель не пытался сэкономить. А сделал полноценный красивый пояс. Как бы я его не завязала, где бы я не решила сделать бант, какого бы размера он ни был, нигде не будет видно лишнего шва. Этот бренд одежды называется Who, What, Wear. И это были спонтанные покупки, которые я сделала в Target. Друзья, в Target. Target это такой магазин, где продается абсолютно все. Я его очень люблю. Ты направляешься туда и можешь найти любую вещь для дома. Там есть аптека, там есть большие, действительно большие отделы косметики. Уходовая, декоративная. Мебель для любой комнаты, любые ванны и принадлежности. И огромный выбор одежды. Детской, женской, мужской, спортивной, обувные отделы. В общем, Target это действительно тот магазин, по которому приятно прогуляться. Это как большой каньон, он совсем недорогой. И пошла я туда по не помню уже какой надобности, но точно никак не связанной с модой. И первое, что мне попалось на глаза, это вот эти ботильоны. Я, естественно, сразу же их примерила. И у меня были небольшие сомнения, когда я их покупала, но когда я их надела несколько раз, это просто уникальные. Я не знаю, я готова петь им дифферамбы. Это такие классные ботильоны. Я давно не была так довольна обувью, как вот этой очень простой парой. 37 долларов, друзья. Уму непостижимо. И они были еще ярко-розового цвета и белого цвета. Ну, я, конечно же, не задумалась, взяла красный цвет, потому что проще всего он вписывается в огромное количество образов и придает этим образом такую изюминку, правильную в плане цветового акцента и правильную в плане вот этого оттенка красного черри томато, о котором я уже говорила. Эти ботильоны я надевала на прогулку с детьми. Они имеют каблок высотой 7 сантиметров. Настолько исключительно комфортная обувь. В своей группе Smart and Fashionable Blog я делала пост об этих ботильонах и там есть штрих-код, фотографии штрих-кода. Возможно, кто-то из вас может найти их по штрих-коду в продаже. Возможно, кто-то из вас уже видел образ с этими ботильонами у меня в инстаграме, но сегодня я делаю в конце видео еще большой лук-бук и, кстати, на фоне природы, потому что погода сегодня прекрасная и, да и сменить бэкграунд вообще всегда неплохо. Первое, что мне впалось на глаза в отделе одежды, это клетка Гейнам, которая сейчас на мне и еще две вот такие блузки. Чистый хлопок, клетка Виши. И очень трендовая сейчас клетка. Не потому, что это специфически клетка Гейнам, а потому, что это просто клетка. Сейчас она в тренде. Но дело даже не в этом. Мне настолько понравилась форма этой блузы и я просто не смогла устоять и купила ее двух цветов. Они совершенно были недорогие. Опять-таки, это тот самый бренд WhoWatWear и стоила она 28 долларов. Обе блузки, это размер Small. Следующая вещь, которую я считаю очень удачным приобретением, опять-таки, из Target, это вот это платье. Шифоновое платье, в котором я уже появлялась в Инстаграме. Возможно, кто-то из вас видел этот образ. Тогда оно было надето на мне с кожаной курткой. И вместе с чехлом это платье, которое под этим шифоновым платьем. Но чехол не полной длины, как это часто бывает в шифонных платьях, а доходит до вот этого нижнего волана. И получается очень интересное ощущение легкого платья. И, тем не менее, достаточно пышного. То есть, нет ощущения, что... Вот знаете, за что я не люблю дешевые шифоновые вещи? Производители всегда экономят там на тканях. И получается такая какая-то куртая юбочка из шифона. А шифон такая ткань, которой хочется, чтобы ее было много. Летящее платье не может лететь никуда, если оно сшито из метро ткани. Друзья, обращайте на это внимание. Это действительно очень хорошо может работать, либо совсем не работать. Так вот, в этом платье есть действительно небольшое ощущение такого полета. Но, тем не менее, оно очень кежуал стиля. И у него вот здесь такая длинная завязка. Сейчас это тоже такой тренд. Все, что можно завязать в бант, как на этом платье. Поперечные воланы тоже часто встречались на показах. И я выбрала это платье для себя. Еще и потому, что ткань это крепший фон. Это такой немного шершавый по тактильным ощущениям материал, который очень похож на то чувство, когда ты трогаешь натуральный шелк. Действительно, очень похоже. Но современные ткани таковы, что обмануть смогу даже я. То есть, если бы я не посмотрела на этикетку, я бы не смогла точно сказать, шелк это или нет. Очень-очень хорошая имитация натурального шелка. Конечно, добавляет ему в моих глазах привлекательности. Ну и последний, самый немаловажный, скажем так, факт. Стоила она, по-моему, 18 долларов. И это была скидка. И, конечно, я не колебалась. Я просто купила его и надевала уже несколько раз. Следующая вещь, это комбинезон, который сшила сама себе я. На нем нанесен такой специальный рисунок. И добавляет ему такую текстуру огурцов. Она не очень броская, не очень заметная. Комбинезон с широкими штанинами. И эти штанины укороченные. Это новая для меня форма брюк, которую я пробовала. Перед тем, как сделать в свою коллекцию комбинезон с брюками вот такой длины. То есть, это то, что называется туаль. Это проба. Дизайнеры делают это из очень простых тканей. Чтобы попробовать выкройку перед тем, как затрачивать дорогие ткани. Так вот, это туаль. Просто иногда я туали делаю из таких тканей, чтобы потом можно было носить. Это практично. Я не осталась довольной этой длиной брюк, друзья. Я, несмотря на то, что это огромный тренд. И брюки эти называются кулоты. И все их носят. Но правда, мне не нравится. Мне не идет. Я пробовала. Своё мнение я никому не хочу навязывать на этот счет. Если у вас очень стройная нога и очень тонкая щиколотка, то вполне возможно, что вам это подойдет. Вот эти брюки я купила себе в H&M. И это Glenn Check. То, что называется Glenn Клетка. Очень простая клетка. Простая в плане комплектации. Потому что она достаточно мелкая на этой модели. Имеют такой офисный вид. Но и с ботильонами, которые я вам уже показывала. Вот с этими они составят прекрасный, актуальный, свежий, модный комплект. Вот этот свитшот. Тоже из H&M. На нем написано Snatched. Snatched это ухватить. Я рекомендую вам, друзья, всегда переводить надписи на одежде, которую вы выбираете. Потому что, ну правда, надо знать, что написано. Я не знала. Я их просто перевела. В общем, мне очень понравилось вот это разделение цветов. Синий, белый, красный. И у него такая очень приятная длина. Чуть-чуть ниже пояса. Я думаю, для спортзала будет просто прекрасный вариант. Но не только для спортзала. Вот такая кожаная юбка. Это красная кожа, очень высокого качества. Когда-то Манго делала вещи из кожи исключительно высокого качества. Я думаю, что вместе это будет такой спортивный шик. Стиль спортивный шик. Я надену это с белыми кроссовками. Все это примерю. Перед тем, как показать вам, я не уверена, нужны ли тут колготки. Они могут сыграть хорошую роль, а могут очень плохую. Я имею ввиду, конечно, колготки, сетку, а не какие-то другие. И уж точно, друзья, не телесного цвета. Даже если мои ноги сейчас не самые загоревшие, а они действительно сейчас не загоревшие, потому что зима, то даже в этом случае не надо надевать колготки вот к такому образу. И вообще старайтесь убегать в любом случае надевать колготки телесного цвета. Еще одна очень приятная покупка, которую я сделала онлайн, это покупка в Zara. Я не знаю, доставляет ли в России Zara почтой, но в Америке доставляет. А в Израиле, по-моему, тоже не доставляет. И если нет, то здесь это выглядит вот так. Приходит вот такая коробка или размером больше. На коробке написано «Our boxes are made of boxes with the past». Наши коробки сделаны из коробок с прошлым. Это, конечно, имеется ввиду то, что они сделаны из переработанного картона. И Zara очень стремится дать покупателю вот это ощущение. Они, конечно, не могут дать ощущение покупки в люксовом сегменте, то, что называется. Но они стараются, правда, стараются. И выглядит это вот так. Когда все приходит, это завернуто в бумагу, с такой серебристой наклейкой. Каждая вещь, которая внутри. Если это одежда, то она просто аккуратно сложена. А если, скажем, это сумка, то она вот в таком пакетике, мешочке находится. На котором тоже написано Zara. Я заказала себе вот такой рюкзак. Это кожаный рюкзак, круглый. Мне он еще понравился по нескольким причинам. Во-первых, это натуральная кожа. Во-вторых, у меня нет ни одной сумки круглой формы. В-третьих, рюкзак это вообще очень удобная вещица. И до определенного возраста его могут носить все женщины. Я думаю, что я до того определенного возраста... В общем, не важно. Я выбрала его онлайн. И я была несколько не уверена в том, насколько он будет маленький, большой. Но, по-моему, это отличный размер. Я уже с ним хожу. Я им уже очень довольна. И, может быть, кто-то из вас уже видел его в инстаграме. Там, где я в полностью кожаном образе. Кожаные брюки, кожаная куртка и вот этот рюкзак. И еще я купила в Zara. Тоже пришли вот в таком пакете. Вот такие босоножки с очень крупными жемчужинами. Это сейчас такая форма обуви. Сейчас тренд из-за острого носка. Я не очень люблю, честно говоря, плоские мули. Совсем плоские. Но здесь настолько мне понравился декор. Я думаю, что они прекрасно впишутся в мой гардероб. Сочетаются действительно очень хорошо с узкими джинсами, укороченными джинсами, узкими укороченными брюками, с колотами, если кто-то из вас их носит. Не броских цветов, а из летящих тканей, к примеру, будет очень хорошо. Я думаю, что будет классно смотреться с юбкой и карандашом. В общем, действительно, вариантов здесь очень много. А декор очень, конечно, здесь броский. Поэтому нужно быть очень аккуратным в выборе дополнительных аксессуаров. Я имею в виду сумок, украшений, каких-то аксессуаров, нашилок или чего-то не было еще на одежде. Это, конечно, должно быть доминантным. И мы дадим им играть их роль. В общем, сегодня их вы тоже увидите на мне. Единственный недостаток у этих мулей, они не кожаные. Спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте подписываться на мой канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok